Не отошло общество от дебоша замминистра соцразвития Каденовой в Сеуле, как выясняются, новые подробности незаконных командировок других чиновников. Юль 2017 год. Замминистра социального развития Лунара Мамытова ездила в Италию, хотя должен был поехать специалист по сельскому хозяйству. Апрель-май 2018 года. Она поехала якобы на учебу в Нью-Йорк за счет кредита Всемирного банка. Месяцем позже она посетила остров Хайвань под диппаспорту. Поездки министров и их замов уже известны обществу. Правда, пока только из уст депутата СДПК Идыка Смолеевой. Вчера в парламенте она бросила вызов Минсоцразвития в лице самого министра Исакуновой и призвала надзорные органы разобраться во всем этом немедля. За один год сколько раз министр выезжала за границы? Какие цели у этих визитов? Были ли разрешения самого премьера на эти поездки? Уважаемый министр Исакунова, 2-8 февраля родственники вашего мужа вылетели в Саудовскую Аравию. Кстати, все транспортные расходы взяло на себя ваше ведомство. Проверьте, генпрокуратура. Пограничники, все эти данные пока все неофициально. Но жду отчетов. Деньги, выделяемые на развитие ведомства и, наконец, на потребности граждан, которые стоят у вас на учете, вы тратите на командировки. Депутат могла продолжать бесконечно. Упомянула и прошлогоднюю поездку министра Исакуновой со своей семьей на семинар в Швейцарии, как утверждает нардеп. Тоже за счет бюджета. И, кстати, на семинар министр так и не явилась, резюмировала Космалиева. В министерстве, в свою очередь, эти данные опровергают. Все приглашения были официальными, расходы оплачены приглашающей стороной. Выходит, процедуры нарушены не были. Более того, все поездки были с разрешения самого премьер-министра, резюмировали в ведомстве. Уже наутро депутат Космалиева на своей страничке в фейсбук посвятила целый пост деятельности Минтруда в лице Исакуновой. Цитируем. Вы знаете мою позицию по работе министра соцзащиты Исакуновой. Она разваливает целый сектор и никогда не отвечает цифрами, фактами. Никогда. Не готовится, противоречит, игнорирует. Удивительно, что к 13.00 следующего дня она еще не уволена. Нонсенс. В свою очередь, общественность удивлена не меньше депутатов. Мнением поделился общественный деятель Амангель де Муралиев. Он вспомнил свою практику, когда руководил Кабмином. Строго заверил, что весь бардак в министерствах исходит от недисциплинированности всего кабинета министров. Премьер-министр должен дать вообще-то разрешение на выезд. А потом обязательно потребовать отчет. И причем с выводами и предложениями. Командировки должны быть целевые. Командировки должны приносить результат для экономики Кыргызстана, или для культуры Кыргызстана, или для образования. В общем, по той сфере, по которой они ездят. А просто так ездить, и приглашений много бывает. Поэтому нужно каждому министру определить, насколько целесообразно это будет командировка. Действительно ли поездки осуществлялись не за счет бюджета, при этом используя дипломатический паспорт, в счетной палате предстоит еще выяснить, в случае выявления нарушений генпрокуратура должна возбудить уголовное дело в отношении этих чиновников, отмечают эксперты. Если они ездили на командировки за счет государства со своими семьями, и эти поездки были вовсе не целевыми, то таких чиновников нужно привлекать не к административной ответственности, а уголовной, если, конечно, будет доказана их вина. А вот было ли разрешение премьер-министра, как того требует законодательство во всех этих поездках министров и их замов, пока только Минсосразвитие, генпрокуратуре и вправду стоит выяснить.